Моё такое предложение уже уходить от ковида, потому что когда мы называем наш штаб ковидом, мы концентрируем все свои усилия, направление на ковид и даже мыслительную всю деятельность. Я предлагаю штаб полностью переименовать. Вообще уберём ковид, это будет штаб по охране здоровья населения Косбаса. И все вопросы, которые являются вызовами серьёзными для здоровья наших жителей, мы также эффективно будем с ними на штабе эти вопросы рассматривать. Коллеги, есть у кого-то возражения? Кто за то, что наш штаб переименовать, уже ковид не употреблять, а сделать название штаб по охране здоровья жителей Косбаса? Кто за это, прошу голосовать. Единогласно. Хорошо. Общее количество заражённых, выздоровевших пациентов новой коронавирусной инфекцией. С 8 февраля за сутки у нас заболело 92 человек. На протяжении последних 10 дней стабильно количество заболевших составляет менее 100 человек. И количество выздоровевших превышает количество заболевших. Существенно превышает. Существенно превышает. Мы видим также стабильную ситуацию по амбулаторному и стационарному этапу лечения больных. При этом мы видим, что количество больных, находящихся на стационарном лечении, у нас постоянно уменьшается, что свидетельствует также о стабильной ситуации в Косбасе по новой коронавирусной инфекции. И наш теперь основной, наверное, вопрос, на который у нас брошена максимальная сила амбулаторно-поликлинического звена, это вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Всего у нас в Косбас поступило чуть больше 45 тысяч дождь вакцины. Вакцинировано у нас почти 34,5 тысячи человек. За вчера у нас вакцинировано более 3 тысяч человек. Мы использовали на 76% имеющуюся у нас вакцину. В резерве у нас на сегодня 1350 доз, потому что уже сегодня мы начали выдавать вакцину тем медицинским организациям, которые полностью зарасходовали ранее выделенную вакцину. На прошлой неделе, в конце недели мы получили 14 490 доз вакцины. За субботу, в воскресенье мы ее доставили во все медицинские организации и начали вакцины.